Всем добрый вечер, дорогие друзья! Я сейчас иду на почту, мне надо посмотреть какой-то мелкий пакет. Сегодня извещение, не извещение, а смс пришло, что надо прийти получить какой-то мелкий пакет. Ладно, идём на почту, а потом надо купить плентуса. Сегодня мы у Егора в комнате ложим линолеум. Я понемножку снимаю, фоткаю и вам потом всё это покажу. Так что оставайтесь с нами. Всем добрый день! Сейчас я вам показываю, что мы уже разбираем Егоркину комнату и то, что почти освободили для того, чтобы делать линолеум и всё остальное. Егоркина гитара. И вот пол. Видите, какой он? Скоро вы увидите уже новый пол. У нас вечер. Тайсон, скажи всем привет! Привет, скажи всем! И мы с Егоркой идём в магазин за плентусами. Ну и заодно в садик, а сразу детишек забирать. У нас, как видите, снег нападал. И идём. Ты шарфик так и не одел? На один шарфик достать чёрный. Да, Тайсон? Тайсон, скажи всем привет! Да! Да! Всё, забрала я Ваню, забрала Марину. Давайте, давайте быстрее, а то на автобус опоздаем. И идём уже с ними на автобус. Ваня, давай другую руку. Да? Иди, иди, давай, шагай. Ваня, скажи всем привет. Привет! Привет! И Марина, скажи всем привет. Привет! Всё, идём на автобус. Ну да, нарисовано. Стоим на остановке, ждём автобус. Да? Да, нет у автобуса ещё. Стоим, ждём. Скоро автобус придёт и поедем домой. Да, Ваня? Да, Тайсон, рад, что ты пришёл, да? Да, ой, как он танцует аж перед ними. Ой, как он танцует. Говорит, пойдёмте домой. Пойдёмте, Егорки, в комнате делать линолеум. Да он уже покушал. Мама, мы тебе будем помогать. Ну, папе будете помогать, да, линолеум стелить? Ладно, бежим домой. Здесь я вам уже показываю, что мы уже положили ДВП, листы. Вот так вот у нас уже всё получилось. Скоро будем ложить уже линолеум. Всем добрый вечер ещё раз. Как вы заметили, мы делаем ремонт у Егора в комнате. Уже муж положил ДВП. Сейчас уже замазывает там. Мы оторвали косяки старые. И теперь он там замазывает. Будем сложить линолеум и прибивать новые. Плинтусам мы купили. И будем делать. Но я не для этого включилась. У меня сегодня пришёл пакет с Алиэкспресс. У меня когда-то дети просили, как они называются, ручка перо, чернилом писать. Они ведь дорогие, не дешёвенькие. У нас в городе они очень, по крайней мере, дорогие. И я заказала с Алиэкспресс. Разные. На пробу два штуки. А, нет. Да, разные пришли. Сейчас я вам покажу, какие. Вот такие вот. Ручка, перо. Сразу с дополнительными чернилами. В этой штучке пять. И мы сейчас с вами испытаем. Посмотрим, как они рисуют. А вторая вот такая. Видите, они немножко разные. Хотя они одного цвета, но они совершенно разные. У этой колпачок такой, а там такой. Вот сейчас какой-нибудь, они даже упаковки разные, видите. Сейчас какой-нибудь один откроем и протестируем с вами. Давайте вот этот вот откроем. Детки меня долго уговаривали, конечно, чтобы им заказать. Ну вот, заказала на свой страх рис. Я знаю, что вы мне опять скажете, Настя, на какой хрен тебе вот это вот всё надо. Ну, если детки хотят, почему бы и нет. Вот, заказали мы давненько, это где-то неделя три назад. Ну, пришло быстро. На моё удивление, пришло очень быстро. Сейчас мы с вами откроем и проверим. Что вообще входит в комплект. Здесь вот такое вот чернило. Одно. Ой, чернило, говорю, это как ручка перо, наверное. Я не знаю, как назвать, ребята, это. Вы мне напишите, как она правильно называется, если кто знает. Потом вот такой вот колпачочек. Сама специальная ручка такая. Сейчас посмотрим, что там внутри, раскрутим. Так, а вот сюда, наверное, вставляется чернила, да? Я так понимаю, правильно ведь? Или я что-то неправильно понимаю? А, вот. Вот. Сейчас мы с вами разберёмся быстро. Тут инструкции. Вот плохо то, что сзади. Я не заметила что-то. Так. Ну-ка, на другую есть инструкция вообще, как её оттевать? Ничего нет, да? Так, а как её сюда вставлять? Во. Или не во? Нет, наверное, не во. Так, сейчас я разберусь и включусь. Так, дорогие друзья, пришлось смотреть через интернет, как собрать эту ручку. Разобралась. Там просто, видите, в комплекте есть вот такая вот штучка специально, чтобы набирать чернила. Но нам она сейчас не нужна будет. У нас в комплекте есть ещё вот такие вот запасные. Мы просто откручиваем саму ручку и очень сильно до упора, прям со всей силы нажимаем. И она вставляется. И сейчас покажу я вам, как она пишется. Ручка бомба. Мне понравилась вообще. И вот теперь смотрите. Так, ну давайте вот здесь вот. Смотрите, как она пишет. Вот видите, я уже испытывала её. Слушайте, мне вообще понравилась. Ручка перо. Есть ещё вот такая вот. Сама насадка идёт. Тоже можно делать. Колпачок. Так же имеется. Закрывать ручку. Слушайте, мне понравилась бомба ручка. Поэтому могу рекомендовать. Если кому нужна будет ссылочка, напишите, пожалуйста. Я вам обязательно дам ссылочку в описании. Я обязательно ещё закажу такие ручки. Мне понравилось. Сейчас порадую деток, дам им. Мне вообще понравилась ручка. Вот одну уже проверила. Паста такая нежная, ребята. Тут, конечно, свет не очень. Но вот в целом как-то так. Стоила она недорого. Что-то 100 с чем-то рублей. У меня просто купон был у продавца. И поэтому я заказала два разных набора для своих деток. Закажу ещё для остальных деток. Наверное, пока не буду. Давать, наверное, только Егорке дам. Потому что он любит такими рисовать штучками. Поэтому оставайтесь с нами. Скоро покажу вам продолжение ремонта. Так, дорогие мои. Я собрала уже вторую ручку. Вот такая вот вторая ручка получается. И смотрите, как она пишет. Вот что она. Во. Видите? Вот такие вот ручки. Вот она стоит. И вот у неё комплектация тоже такая же, как у Егора. В принципе, то я ручку Егорке отдала девочке. Такие же, как у Егорки захотели. Ну, вот эта вот с лебедем мне понравилась. Эту я себе оставлю для документов. Очень нужна будет. Так, дорогие друзья. Вот так вот наша комната. Извиняюсь за Ваню. У Егорки. То есть, комната выглядит. Замазали все щели. Занесли уже линолеум. Так же купила сегодня плентуса. Ну, всё. Савраски забегали, забегали. У него линолеум подходит под цвет обоев. И плентуса подходит и под линолеум, и под цвет обоев. Потом всё это увидите хорошо. Ну, вот пока всё вот так вот. Всё замазываем, всё потихоньку делаем. Порадуйтесь вместе с нами. Тут цветы у меня стоят. Вот нынче обмёрзли на улице листочки. Очень сильно обмёрзли листочки. Прям вообще. Ну, ничего. Оклемаются. Этот цветок вообще у меня весь заплохел. Я его взяла, обрезала. И смотрите, он заново начал у меня расти. Пересаживать нынче буду все цветы. Ну, вот пока вот так вот. Вы довольны? Да. 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 Ладно, оставайтесь с нами. Ну, вот, дорогие мои друзья. Положили мы уже линолеум. Ну, ещё плентуса не придел. Тут пускай подсыхают стены. Ну, вот получилось. Хотела спросить у вас совета. Смотрите. У нас тут, получается, плентус будет невысокий. Да, ну, где-то вот так вот. А замазано выше. Как думаете, стоит подклеить сюда обои или нет? Вот что-то мне прям не нравится вот тут. Или красочками подрисовать, чтобы красиво получилось. Ну, вот как-то так. И вот такая расцветка линолеума у Егорки будет в комнате. Скажите, это к обоим подходит? Мне вообще нравится. Завтра вот уже будем делать плентуса. Сегодня, скорее всего, уже не будет он делать. Ну, хотя, может быть, и будет, не знаю. Посмотрим. Но у нас время уже 10 часов доходит. Полдесятого больше чуть. Сегодня папа уже не будет плентуса делать? А ты вот смотри, как думаешь, вот потом низ обоина будет подклеивать еще или нет? Вот что, так и оставишь, так, мне кажется, некрасиво. Так, нет, плентус сделаем, а поверх плентуса-то будет вот это вот замазка видна. Или, по идее, тут у нас же мебелью все заставится. Может, и... Блин, вот не знаю, что делать. Мне еще обои делать не надо. Нет, я думала, такие же обои взять, просто подклеить. Я знаю, и попросил надмазать, но в итоге... Тебе что не нравится? Все время недоволен. Ладно, ребят, вот такие вот у нас итоги на сегодняшний день. Пишите, как вам. Надеюсь, классно. Так, дорогие друзья, все, прикрутили мы плентус. Видите, какой он у нас расцветки. Пол уже сделали, и горка уже начинает свою мебель заносить потихоньку. Ну, вот в целом, комната его преображается. Напишите, как вам. Потом покажу, когда уже мебель соберем.